Всем привет! С вами канал Дени Миша и сегодня мы проходим расследование шрифа день пятый, пятый, пятый день, понимаете? И давайте, наверное, поехали! Итак, вот мы находимся в игре Ring of Illusion и давайте откроем наши подсказочки. Да, откройте, пожалуйста, нам наши подсказочки. Итак, день пятый. А подсказка. Говорят, башни-близнецы на крыше Академии Хершел постоянно притягивают влюбленных. Место довольно уединено, но, должно быть, возникают неловкие ситуации, когда в каждой башне сидит повлюбленная парочка. Подумать только, в жилых фургонах под статуей оленя на озере Хершел на самом деле кто-то живет. Эти рыбаки на что только не пойдут ради своего увлечения. В Сноулэктауне только один газетный киоск. Судя по всему, народ тут не шибко любит читать. Короче, все понятно, погнали в игру. Итак, ребята, хочу показать на карте, где находится Академия, олень и газетный киоск должен быть здесь. Все очень легко и понятно. И сейчас пойдем к первой папочке. Итак, ребят, первая папочка лежит у нас в Академии, вот здесь вот на такой вот башеньке, как там. Вот дорога, здесь есть заправка, пончик, ну магазин. И мы отправляемся за второй папочкой вот туда, к коленю. Итак, ребят, папочка номер 2. Здесь с подалением есть вот три таких контейнера. И вот в этом контейнере, в этом контейнере, так, не обращайте внимания на мой FPS, я могу объяснить это все в конце видео. Итак, вот она третья, ой, вторая папочка, вот он кодик, мы его возьмем. Итак, а мы направляемся к третьей папке. Третья папка находится вот в том городе. Нужно будет найти киоск с газетами. Поехали! Итак, ребята, папочка номер 3. Вот олень, где мы находили вторую папочку. И вот киоск, в котором лежит папочка номер 3. Ну, а теперь давайте вводить код. Итак, ребят, код мы получили. Давайте его введем и откроем наш кейсик. Итак, вот, расчлененный мальчик, значит. Я все это обязательно скину в описании. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Итак, ребят, если кто-то досмотрел до этого момента, значит, у кого-то есть интерес к моему фпсу. Я не знаю, что произошло, но после последнего обновления вместе с записью у меня проседает фпс до 19, до 17, до 16 падает. Это кобздец! При том, что при отключенной записи у меня давит в среднем сейчас где-то 70 фпс, хотя до этого давил 90-100. То есть, я не знаю, что произошло. Я перепробовал множество вариантов. Пожалуйста, если вы знаете, как исправить этот баг, этот глюк, потому что без записи фпс держит нормально. Ну, 70 хотя бы, это более-менее можно играть. Вообще, это ужас какой-то. Пожалуйста, если кто-то знает, как это исправить, в комментах на ютубе, именно на ютубе, потому что в основном комментарии я читаю там, напишите, пожалуйста. Я очень прошу. Ну, а всем хочу пожелать хороших... Хорошего дня! Не знаю, это вечера, утра, когда вы ролик смотрите. Спасибо, что так смотрели до конца. И всем пока еще раз.